Здравствуйте! Вы смотрите ЮНьюс. Новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала краткий обзор прессы. В Ашкирии будут диагностировать рак по новой методике. Специалисты из Москвы поделились опытом проведения эластографии, которую еще называют дистанционным пальпированием. При такой методике эластичность тканей и органов определяется не на ощупь, а при помощи ультразвукового сигнала. Сигнал позволяет с высокой точностью уловить очень малые зоны уплотнения в недоступных для пальпирования зонах. Это дает возможность уменьшить количество биопсий или вовсе отказаться от нее. В ближайшее время такой метод будет широко применяться для лечения, сообщает сайт Уфа-Сити-Ньюс. Башкирия увеличит выплаты семьям с приемными детьми. На эти цели в 2015 году республика потратит 67 миллионов 750 тысяч рублей. Речь идет о пособиях патронатной семье, вознаграждениях патронатной семье и вознаграждениях приемной семье. Общее повышение планируется в размере 5%, сообщил министр образования республики Альфис Гаязов. Он также отметил, что в случаях, когда ребенок имеет инвалидность, повышение составит 20%. Предусмотрена и дифференциация по возрасту. Чем младше ребенок, тем выше доплата, сообщает сайт Уфа-Тайм. По Уфе будет курсировать экскурсионный автобус для туристов. Сейчас разрабатывается маршрут в рамках реализации проекта «Уфа-экскурсионный город». Особое внимание планируется уделить оборудованию экскурсионных стоянок и обзорных площадок с видом на окружающий город ландшафты и городские пейзажи. Немаловажным также является формирование спроса на продукты внутреннего туризма, установка указателей системы навигации, принятие брендов и символики Уфы, обеспечение маршрутов в точках питания, сообщает сайт profood.ru. В Уфе больше не будет парадов в морозах и елок станет меньше. Постановление о проведении праздника подписал глава города. В документе обозначены места ледовых городков. Их будет 22. Напомним, в прошлые годы в столице организовывалось 126 ледовых городков. Центральную елку традиционно установят на площади имени Ленина, как и в предыдущие годы здесь будет царить настоящая сказка, созданная умелыми руками ледовых скульпторов. Отметим, что обеспечить сооружение ледовых городков в городе и установить новогодние елки на площади имени Ленина и перед Конгресс-холлом поручено до 20 декабря, сообщает сайт Уфа-пресс. В Уфе самые демократичные цены на спорт. На данный момент в городе функционируют 49 фитнес-центров. Средняя стоимость месячного абонемента фитнес-клуб в столице Башкортостана составляет 1720 рублей. Таким образом, Уфа признана гордым самых демократичных цен на спорт. К такому выводу пришли аналитики сервиса Дубльгиз, изучив состояние рынка фитнес-услуг в 15 городах-миллионниках. Самый дорогой абонемент эксперты нашли в Москве. Здесь месяц спорта стоит в среднем 4,5 тысячи рублей. Далее по стоимости идут Питер и Екатеринбург. Там цена превышает 3 тысячи рублей. А вот по количеству фитнес-центров Москва вырывается вперед. В аутсайдерах Уфа и Воронеж. Сообщает сайт про Урал.Инфо. И напоследок. В Башкирии заболеваемость ОРВИ пошла на спад. Так, по сравнению с прошлой неделей, количество заболевших уменьшилось на 21%. Ну что ж, а у меня на этом все. Теперь переходим к другим новостям региона на сегодня.